Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торры, недельная глава Ваикра. Мы уже говорили о жертвах всесожжения, о жертвах мирных. Сегодня поговорим о жертве грехочистительной. Вообще в этом разделе Торры, глава Ваикра есть 11 повелительных заповедей и 6 запретов. Так мы находим в книге Сефар Хахинух. Если человек совершает грех. Грех нарушает запрет не делай. Вот не укради допустим, это не делай запрет. То, тогда он должен принести грехочистительную жертву. Но, идет дело не так, что человек дерзко совершил преступление и придет в жертву. То человек ошибся, ошибся, раскаялся, вернул человеку то, что он украл. Идет кое, но кое говорит, что надо делать. И начинает, естественно, с головы. Написано, если первосвященник совершит ошибку, нарушит какую-либо из запретительных заповедей Бога, то он обязан принести грехочистительную жертву быка. Что такое первосвященник? Ну, мало то, что он сам согрешил. Он человек, и понятно, человек он несовершенен. Может ошибиться. Но, мы же все от него зависим. Он сделал какое-то подосновление. И это во вред всем нам. То, он приносит быка необычная жертва. Совершенно жертва необычная. Он пришел, привел быка, зарезал быка. Никакой жертвенник, все сожжения сначала этого не касается. Он взял эту кровь и занес сам храм. Он берет и семь раз брызгает в сторону завесы, отделяющей святилища от святая святых. Один раз вверх, шесть раз вниз. После этого он подходит к золотому маленькому жертвеннику. Для ароматных воскурений. И обмазывает рога жертвенника. Возвышение по углам жертвенника. Обмазал их. После этого выносит кровоставшуюся и выливает у основания жертвенника всесожжений. Во двор медного жертвенника. Желоб специально выливает. Кровь уходит. После этого он вынимает жир. Это обе почки. Жир, который на них. Жир, который над тазом. Жир, который над печенью. Отделит он грудно-прешную преграду от печени. Есть мнение, что частью печени. Но есть мнение, что просто отделит и все. Печень отдельно сжигается. После этого ничего не свежуется. Туша не свежуется. Не режется. Шкура не остается в храме. Все выносится за стан в чистое место. Место, где высыпает пепел. И там сжигает все. С нечистотами, со шкурой, со всем. Никакие коины. Мясо этой жертвы не едят. Все сжигается. Это удивительно. Обычно жертву греко-очистительную коины обязаны есть. Чтобы скупить вину народа. Или человека, который я принес. Невзирая на то, что даже если козел невкусный, обязаны все равно есть. В данном случае нет. И закон Тора говорит. Животные, кровь которых внесена в святилище, сжигаются на огне вне стана. Вместе выбраться от пепла. Вот такой закон. После закона о первосвященнике говорится о собрании народа. Сангедрин, высший суд. Если собрание народа ошибется. Будет виновна. В одной из заповедей. Неправильное поставление вынес. Сангедрин. Когда поняли, нужно приносить жертву греко-очистительную. И по такому же закону, как жертва первосвященника, по этому же закону приносит изангедрин. То есть, быка приводят, режут. После этого кровь заносит в святилище. Обрызгают всем раз в сторону завесы. После этого обмазывают рога маленького жертвенника золотого. Выносят основную кровь. Выливают у основания большого жертвенника. Вынимают жировые части из туши быка. Все вместе с печенью. Жировые части сжигаются. Печень и все остальное, что осталось. Туша со шкурой сжигается на немнестана. И так и скупается грех сангедрина. Но имеется в виду, опять же мы говорим, о ошибке. Потому что Тора говорит, если человек нарушит дерзко какую-нибудь заповедь, то это не работает. То есть, если человек что-то сделал по ошибке, это одно. А если дерзко нарушил, это всем другое. То есть, так не скупаются грехи. Если дерзко нарушил. Теперь дальше. Дальше идем дальше по верхушкам. Теперь царь, если глава народа ошибется, совершит ошибку, то он приносит жертву козла. Невзирая, что царь, он уже богатый, может быть, а нет. В данном случае Тора говорит. Козла. Приносит он козла. Режет козла. Кровью уже обмазывает возвышение по бокам жертвенников всесожжения. Это рога жертвенника, который во дворе храма медного. После этого сжигает жировые части на огне большого жертвенника. Нечистоты все это вымывается. А вот остальное мясо коины обязаны есть. Невзирая, что это козел. Да, невкусное мясо. Но чтобы искупить вину царя, будут есть. Вот такой закон. Потом говорит закон. А если кто-то из народа ошибется, то он обязан принести козу. По тому же закону приносит козу. Тоже режет козу. Кровью обмазывает. Возвышение по углам жертвенников всесожжения во дворе. После этого жировые части сжигаются. Оба почки и жир, который на них. Жир, который над тазом. Который над печенью. Отделит грудно-брешную преграду от печени. Все это сжигается. Остальное. Коины едят. Шкура достается. И в случае с сырем, и в случае кого-то из народа. Это в подарок Коину, который эту жертву приносит. Вот такой закон. О жертве грехоочистительной. Потом Тора говорит еще. Человек не знал вообще, что есть такая заповедь запрещающая. Нарушил какую-то заповедь запрещающую. Не знал. И вдруг, когда он узнал, он прибежал к храму и говорит Коину. Вот я нарушил. Я не знал. И называется эта жертва повинная. Написано, что по такому же закону, как о жертве грехоочистительной. По такому же закону он должен принести повинную жертву. Мы будем дальше это тоже в Торе разбирать. И она немножко будет отличаться. Потому что в данном случае счет, который будет писать, что не отделит грудно-брешную преграду от печени. Будет ее сжигать счастью печенью. В общем, лучше, конечно, не грешить. Каких животных приносят. Значит, Раши пишет, допустим, если это бык, трехлетка. Молодой бык, вот трехлетнего быка приносит. К книге Мишны Тора, Раби Маше бен Маймон, Рамбам, пишет, что до двух лет. Вот так он пишет. А мудрецы говорят, он же, Раби Маше бен Маймон, в комментариях к Мишне, пишет так, как Раши, до трех лет. Это, конечно, остается у нас вопрос. Ответа пока нет у нас. Но вот есть такие мнения. Каких животных приносят в жертву? Вот так вот. То есть, если мы сожжение приносим, допустим, каждый день огня, то не достигший года, допустим. Если также жертва песок, или огненок, или казенок, не достигший года. А если это Баран, то до двух лет, допустим. По мнению Раши, получается, до трех. Вот такой вот закон. Ну, на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид, Берта Батесарель, Павлики, Павел бен Ефим, Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, за здоровье Светлана Роклара, Шолан Йона бен Сара, Шимон бен Эцхах, Инна Батмира, Борис Бен Мария, Мойша бен Маня, Анна Батривка, Полина Перв, бот Соня Сура, Лена Батклара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Ефим Бен Нестер, Двора Бат-Мирьям, Моисей Бельева, Ирина Бат-Двора, Йосиф бен Раиса, Инесса Бат-Маэль, Дени Бен Берта, Ирина Бат-Ида, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен Елена, Ирина Бат-Инесса, Мазон Просас, Булай Ирина Бат-Ри, Арон Ари Бен-Ри. Еще за здоровье Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен Татьяна, Юрия Бат-Белла, Яков Йосиф бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейк Бат-Берта, Ася Бат-Года, Марк Бен Нина, Ира Бат-Вера, Леон Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат-Цара, Ида Бен Хая Авива, Фим Бен Соня, Мая Бат-Фаина, Алексей Бен Ольга, Клара Бат-Броня, Гая Бат-Цари, За хороший дух Арон Ари Бен Двой, Радис Бен Ахум, Авигаль Бат-Цара, Хана Бат-Аврагам, Рафаэль, Эрилей Бен Лариса, Галья Бат-Гедалья, Парасай Брют, Лагира Бен Рая, Анна Бат Александра, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья, Всего хорошего Регу Матченко. Всем брака, Парасакова нам мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору, всем желаю крепчайшего здоровья и пусть срочно закончится страшная война и до следующих встреч. Надеюсь, оно состоится завтра в 15 часов. Шалом!